всем привет дорогие друзья с вами алексей и сегодня я решил записать отдельное такое специальное видео о том как работать с лаунчером курс потому что я часто им пользуюсь естественно часто идут комментарии а как скачать как установить и вот на эти вопросы я решил ответить в этом видео так чтобы потом просто не отвечать а посылать на это видео будет посылать смысле давать ссылку и так значит по поводу лаунчера курс прежде всего нужно начать с того что речь идет о лицензионном майнкрафте все таки и то что я буду рассказывать и речь идет о лицензии и такие вопросы кстати тоже бывают то есть а где взять лицензию что такое лицензии так далее для этого вам нужно посетить такой сайт minecraft.net вот здесь как раз можно купить но тут у меня сейчас кнопка давайте я сейчас выйду из своего профиля до вас тут будет get minecraft получить minecraft стоит он видите 19 95 евро ну короче 20 евро это примерно 30 долларов если вы в этом эквиваленте хотите посчитать купить можно официальную лицензию вот принципе тут можно также попросить вашего друга чтобы он купил вы видели что у меня тут появлялась когда я входил под своим именем кнопочка купить gift коды gift кода это ну по сути как бы лицензии но только не для вас а для другого человека то есть можно купить так принимаются карточки ну то есть я оплачивал с помощью с карты если у вас она рассчитана на международные расчеты вот каким-то другим образом я не знаю как получить покупать ну в общем я покупал так теперь по поводу лицензии которые дешевле продаются такие тоже есть и их множество можно там чуть ли не за 5 рублей купить но знаете что эта лицензия у нее либо нету пароля к примеру ну то есть не пароль есть то есть у вас будет логин пароль под которым вы сможете играть но поменять его вы не сможете например бывает такое то есть когда здесь заходишь вот логинишься часто спрашиваются секретный вопрос а его допустим во вы не знаете вот вы уже не можете попасть свой профиль сюда майнкрафт заходить сможете профиль поменять не сможете вот так же знаете что этим логином и паролем могут пользоваться и еще 20 человек которым продали эту же лицензию вот поэтому хозяин лицензии если поменяет пароль все 20 человек будут играть на пиратских версиях в результате короче говоря в первую очередь подумайте о том где взять лицензию майнкрафт настоящим теперь по поводу лаунчера курс обычно если слышат курс пишут в поисковик в поисковике пишут курс и выходят на вот этот сайт здесь на самом деле лаунчер курс это не только для майнкрафта он вообще видите для большого количества игр ну в том числе и майнкрафта здесь сразу пытаются нажать сюда download то есть загрузка здесь находят майнкрафт но здесь не находят лаунчера хотя везде справа стоит подсказка вроде как курс лаунчер все давай скачивай здесь идут видите всякие модпаки там и так далее тут есть сортировка потому что именно хочешь ты скачать для какой версии так далее если вы перейдете вот сюда курс но это курс премиум во первых он по моему вообще платные в общем есть вторая закладка клиент вот тут в клиенте тоже не спешите нажимать сразу сюда скачивать вы на самом деле скачаете не совсем то о чем я рассказываю это будет опять же клиент для всех игр не только для майнкрафта по сути вы скачаете примерно вот такое вот я его специально скачал установил чтобы вам показать да здесь будет раздел майнкрафт это в принципе ванильный майнкрафт здесь можно добавлять текстуры можно добавлять сохранение и так далее то есть как бы удобнее работать но именно если вы хотите модпаки устанавливать то есть сборки там с модами и так далее у вас тут ниже есть вот ссылочка смотрите ищите майнкрафт модпак получите там курс для майнкрафт короче скачайте новый курс в общем если вы по этой ссылке перейдете попадете на вот такой курс войс бета даже версия вот это как раз тот лаунчер которым я пользуюсь и я вам в описании видео оставлю как раз вот эту ссылку так чтобы вы долго не искали здесь будет кнопка download вот и и нажимаете у вас скачается один файлик его вы устанавливаете там особо ничего сложного вот но как раз там после установки первое что у вас спросится у вас просят это вашу лицензию майнкрафт нужно будет указать адрес электронной почты и пароль тот который вы указывали при покупке вот здесь майнкрафта ну или получили его каким-то другим способом этот пароль то есть логином является там адрес электронной почты и так после того как вы скачаете введете свое имя у вас наконец-то откроется вот такой вот лаунчер курс ведь этот бета написано так на главной странице может быть реклама какой-нибудь очередной игры а на закладке майнкрафт как раз и находятся сборки и тут же отсюда же можно их запускать кстати справа есть еще такая панелька это для ваших друзей то есть вы можете зарегистрироваться и найти какого-нибудь друга своего здесь вообще-то этот лаунчер создан для того чтобы ввести голосовой чат и в настройках можно это все настроить вот смотрите если зайти в меню курс настройки тут есть вот голос и тут настраивается микрофон вот сейчас вы видите у меня микрофон работает тут можно строить уведомления и так далее короче говоря если вы сюда друзей добавите вы сможете с ними общаться например играть вместе на ком-нибудь сервере и общаться сразу с помощью этого лаунчера то есть это как бы такой skype внутри лаунчера теперь по поводу настроек еще опять заходим в курс настройки и здесь очень важная настройка это сам майнкрафт заходим майнкрафт так здесь указано в какую папку устанавливаются вообще сборки ну и само место установки самого курса ведь указано там алексей документы короче у меня в документах просто установлена курс майнкрафт я тут уже папочку где-то открыл вот она она вот эта папочка майнкрафт папки курс если ее открыть вы здесь найдете там бэкап и загрузки это но обновление различные реакция сама это то что у вас сама игра будет так и вот они мод паки которые у вас установлены у меня их очень много у вас сначала ничего не будет если вы только установили то есть например вот я сейчас играю в пикл пэкс если кто следит вот он пикл пэк magical 2 вот она эта папочка вот это как раз та сборка в которую я играю здесь например из папочка сейвс вот это сейвс это мир и ваши я вот видите делаю резервные копии на всякий случай если вдруг там что случилось ну и об этом всем в принципе я думаю можно не рассказывать это и так понятно так давайте вернемся к настройкам значит здесь есть вот такой показатель как там при файд релиз короче говоря какой предпочитается релиз при установке смотрите тут есть три варианта альфа бета релиз вообще обычно сборки так и выходит сначала выходит альфа версия то есть она вообще как бы в процессе разработки бета версии это вроде как уже собранная под подогнана но тестируется то есть бета тестирования и релиз это когда уже все проверили все запустили естественно если сборка выходит по такому правилу то так и будет выходить сначала альфа потом бета потом релиз вот естественно будет предпочтителен релиз самой сборки чем его как бы первоначальной версии но бывает так что например уже вышел релиз потом решили обновить его ну допустим сделать там какой-то нововведение и опять запускают версию получается как бы альфа но релиз все равно остается то есть это релиз типа старый а альфа потом будет новая и вот тут как раз срабатывает вот этот показатель то есть если сборка опять обновляется то чтобы вот эту вот недоделанную обновление не запускать будет предпочтителен именно релиз который был последний вот то есть может идти так альфа бета релиз 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 альфа бета релиз 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 альфа бета и так далее вот так вот он будет выбирать последний какой был именно релиз для запуска тут можно также настроить вот разрешение экрана которое у вас будет по умолчанию окно запускаться и вот очень важный показатель из-за которого очень часто многие у многих проблемы это количество выделяемой памяти для сборки у меня стоит 6 на 6 гигабайт но сам лаунчер принципе рекомендует от 2 до 4 гигабайт оперативной памяти выделить под жабу то есть под сам лаунчер получается тут смотрите зависит от вашего компьютера если вы на ярлычке мой компьютер щелкните правой клавиши и выберите свойства у вас откроется вот такой но я думаю вы не не раз уже открывали в крайнем случае посмотрите значит или можно зайти в панель управления система безопасность система или правая клавиша по моему компьютеру свойства здесь у вас будет написано вот установлена память я просто и это тоже показываю уж извините потому что и такие вопросы часто возникают я не знаю сколько у меня памяти на компьютере я показываю где посмотреть так установленная память вот этот показатель должен быть хотя бы в два раза больше чем то что вы устанавливаете вот тут дело в том что но как не то чтобы в два раза больше а просто не должен не должно не должно выделяться максимальное количество памяти понимаете то есть вот у меня допустим 16 гигабайт да я могу себе позволить 6 гигабайт выделить под лаунчер вот но если у вас всего 4 не надо даже 6 гигабайт естественно вы не выделите но и 4 не нужно выделять то есть максимальная потому что не забывайте что компьютер кушает память еще не только для лаунчера вашего но еще и операционная система кушает память естественно программы которые у вас там установлены вот и вы параллельно с лаунчером возможно запускаете еще и там интернет-браузер и так далее вот поэтому в принципе есть там настройки но не с настройки а статистика быстродействия то есть сколько сейчас занято памяти я уже не буду показывать где это вы и думаю найдете то есть вы посмотрите сколько у вас реально свободно памяти это во первых во вторых не выделяйте даже все оставшиеся под джаву то есть ну если у вас 4 гигабайта ставьте 2 я вот так вам скажу вот про это рассказал по поводу джавы кстати тоже сразу скажу какую джаву скачивать если у вас тип операционной системы 64-разрядная то и вам джава нужна 64-разрядная это я думаю так понятно вот на 32 разрядную систему вы 64 и не поставите по моему так ладненько с этим разобрались с настройками думаю разобрались в общем не завышайте память если у вас ее физически нет то есть должно под windows выделяться хотя бы 2-3 гигабайта вот и чтобы у вас все нормально работало конечно windows у там принципе достаточно гигабайта где-то полтора смотри какой windows конечно и смотря что у вас там наворочено в плане там плагина всяких и так далее и так короче это я показал где остальное в принципе нас сейчас пока не касается теперь по поводу сборок и так когда вы установите курс значит я вам показал первая страничка будет вот это мы переходим закладку майнкрафт и у вас тут будет всего одна вот эта вот кнопочка посмотреть мод паки и создать свой типом от пак ну сборку вот эта кнопка в принципе соответствует вот этой кнопки посмотреть все мод паки заходим в нее и у вас здесь выходит все что есть ну все что можно установить если у вас это уже установлена у вас тут будет кнопка играть если не установлена будет кнопка установить ну то есть если на наводите будет кнопка установить здесь можно поиск осуществлять следующим образом во первых можно просто искать название сборки опять же Вот я снимаю Pickle Pack, как ее найти? Мы просто пишем сюда Pickle Pack, ну просто Pick даже напишем, и он найдет все сборки, в которых это участвует. Видите, Pickle Pack, Галактика там что-то, вторая версия, вот в которую я играю. Видите, играть есть кнопочка, и есть уже третья версия вышла. Так, то есть можно вот такой поиск осуществлять. Дальше можно отфильтровать по категориям. Например, заметьте, у каждой сборки есть справа значки. Каждый значок что-то отвечает. Видите, вот допустим, вот такой баррель, Extra Latch написано. То есть эта сборка очень большая, в ней очень много модов. Значок FTB означает, что это относится к официальной FTB сборке. Значок вот такой вот жижи сиреневой, это магия, это у нас техника, ну в смысле техсборка и так далее. Вот, и вы можете по категориям здесь сортировать. Например, я хочу только магические сборки посмотреть. Нажимаем магика, и у вас они вышли, все магические, то есть все, у которых есть вот эта магия. Я могу, допустим, посмотреть только квестовые сборки, то есть в которых есть квест. Вот, Agrarian Sky, пожалуйста, да. Квест обозначается вот таким значком. Вот таким значком обозначается, что эта сборка основана на какой-то карте. Ну, то есть, насколько вы знаете, Agrarian Sky, там дается карта в начале Skyblock, да, типа вот этот значок это означает. Так, вот эта перышка, кстати, означает, что сборка не очень большая. Light, ну, то есть облегченная. И вот, если у вас памяти мало или компьютер слабенький, это ваш значок, поверьте. Я когда-то тоже им пользовался. Так, ладненько, дальше. Из того, что вы выбрали, например, квестовые сборки, их можно еще и отсортировать. Сначала стоит рекомендуемое, но тут также можно еще по популярности. Я тут, если честно, не знаю, чем отличается рекомендуемое от популярных. Ну, популярные, по идее, которые больше скачаны, но также тут есть всего загрузок, например. То есть тоже по количеству скачан. Ну, короче говоря, вот есть. Видимо, популярность еще как-то оценивают в сборке. Так, по последним обновлению, вот хорошее дело тоже. Вот я этим часто пользуюсь. Нажимаешь последнее обновление, и вот то, что последнее выходило или обновлялось из квестовых сборок, получается, вот таким образом я ищу. Ну, я ставлю все сборки и последнее обновление. Вот, например, вышло последнее, что там, Kind of Anime Craft. Причем, знаете, что последнее обновление, это же, опять же, либо недавно вышло, либо недавно обновилось. Это имеет значение. Вот тут, видите, обновлено 11.01. Если мы эту сборку откроем, просто на нее нажмем, мы увидим описание этой сборки, ну, обзор как бы ее, список изменений. То есть, если изменения были, то... Ну, короче, тут смотрите как. Автор сборки, если добросовестный человек, он тебе и обзор напишет, чтобы ты представлял, и список изменений внесет. Вот, и бывает так, что все пусто. Ну, вот, значит, не написали. Так, и вот есть закладка версии. Смотрите, тут как раз и выходят, вот, например, получается, 10 января вышла эта сборка, 11 января уже поменяли что-то. Везде написано релиз, то есть, это как бы играбельная уже вроде как сборка. Давайте посмотрим что-нибудь другое. Например, вот эта сборка версии. Тут, смотрите, идет альфа-версия, вот она шла, еще, получается, с июля, да, месяца. Альфа, потом вышла бета, потом вышел релиз, и вот последняя, 11.01, так сказать, сегодня, да, вышел еще один релиз. Есть тут вариант какой, что если вы особо не выбираете там по дату, то вы нажимаете установить, будет устанавливаться последний релиз. Помните, в настройках вот там, где у нас настройки, Minecraft, вот, устанавливаться будет именно релиз. То есть, если вдруг получится такая картина, смотрите, допустим, ну, это я уже то, что рассказывал, то есть, если после релиза опять появится бета, то бета устанавливаться не будет, будет устанавливаться последний релиз. Вот это очень важно. Так, но есть тут также, что интересно, можно установить вообще конкретную версию, то есть, любую из этих, вот, например, вы на этой играли, вот здесь у вас сохранение есть на этой карте. Вообще, обычно, если нормально делают сборку, то обновление не трогает карту, которую вы проходите, ну, то есть, в которую вы играете. Ну, то есть, она обновляется, все нормально. Вот, но иногда бывает, что вот после нового обновления карта уже не идет. Поэтому вот вы, у вас есть возможность справа нажать вот эту кнопочку, установить любой из этих релизов, вот, причем он установится отдельным профилем. Вот эти вот вещи в начале, в самом, это то, что у вас установлено, ссылки вот эти. Так вот, это и есть как бы профили. Это и называется профиль. То есть, профиль, это не ваш профиль в лаунчере, а имеется в виду профиль в сборке. Так вот, можно делать несколько копий одной и той же сборки. Они у вас так и будут называться. Допустим, проект Ozone 1. Это значит отдельная сборка. Но у меня тут нет таких вот, чтобы по два шли. Ну, две копии. Но это легко устроить. Я просто не хочу, если честно, устанавливать что-то. Так, значит, давайте вернемся сюда. Получается, можно зайти и установить какой-то определенный релиз. Открыть. Если сборка не обновленная, чтобы не искать, какую устанавливать, потому что здесь, если вы нажмете, установится отдельный профиль для вот этого релиза. Вам нужно просто в ваших установленных сборках найти этот Agrarian Sky, к примеру. Вот оно, да? Вот. И тут будет доступно обновление. Вот если вы здесь обновляете, то вы именно этот профиль обновите. Ну, то есть, вот этот профиль будет обновлен до последней версии. Вот. Это тоже очень важно. Есть еще одна очень полезная штука. Если у вас уже установлены сборки какие-то, ну, допустим, там вот эта сборка, именно ее открыть, то есть, это не то же самое, что открыть вот здесь ее. Ну, вот, да. То есть, именно из ваших установленных сборок, если вы на ней нажимаете, прямо на самом значке, то открывается она. Вот. Здесь есть еще такая закладка установленные моды. И вот тут можно про мод, например, какой-нибудь что-то узнать. Ну, вот, к примеру, там Magical Crops, да? Допустим, вот Magical Crops Core, да? Открываем, если его, то вы попадаете именно на страничку именно этого мода. Не модпака, а мода. Тут написано, что он у вас установлен. Тут также есть список изменений, и также есть версии. Видите, вот сейчас у меня установлена типа последняя версия. Кстати, она кажется, бета. Вот. То есть, тут нету кнопки именно обновить этот мод именно, потому что он же у вас может там в нескольких стоять. Это просто информация о том, что, допустим, вышла новая версия, к примеру. Ну, давайте посмотрим там, вот, по-моему, Applied Energistic, если у меня тут есть. Да, вот, Applied Energistic, список изменений, ой, то есть версии. Вот. И вот, видите, у меня получается в этом модпаке стоит даже и не последняя версия. Но, опять же, этим вообще должен заниматься автор сборки. То есть, он должен показывать, что вышло обновление, чтобы обновились нужные моды в сборке. Но если уж сильно вам хочется, то вы можете просто его скачать. Здесь скачать не получится, к сожалению. Не знаю, почему-то у меня не получается здесь скачать. Вот. Но вы можете зайти на сайт ихний, вот, на основную страницу. Вот. У них скачать и к себе в папочку добавить. То есть, вот в эту папку, где у вас установлены сборки, в папку mods, просто закинуть этот новый Applied Energistic. Ну, если нужно это. Так, хорошо. Как устанавливать, понятно. Теперь, как удалять. Если вдруг вы поиграли, совсем не то. Ну, не знаю, какую тут лучше удалить. Мне, я не буду ничего удалять. Щелкайте правой клавишей на нужной сборке. Тут у вас есть, вот, играть. Можно, что, просмотр профиля. Можно, вот, удалить профиль. Удалить профиль. Можно, кстати, открыть папку, где находится сам modpack. Ну, допустим, там, save посмотреть или что-то еще. Так, короче, можно удалять, добавлять все это можно. Ну, и, в общем-то, получается все. Как удалять, как добавлять научились. И играем. Значит, еще раз напоминаю, что в папке, где у вас это установлено, в папочке save у вас все находится. Если вы делали скриншоты, ну, вот, можно посмотреть. У меня там есть сборки, в которых я скриншоты сделал. Допустим, Galactic Science, по-моему. Наверное, нет. Наверное, не делал я тут. Ну, в общем, внутри самой сборки. Так, вот тут я, по-моему, делал. Да, вот они, видите, скриншот тогда появится. Короче, если скриншоты делали, то появится папочка screenshot. А вот тут save. То, что сохраняется. Так, ну что ж. Вот так все устанавливается. Спасибо, что посмотрели. Постараюсь сделать то же самое. Такой же обзор и на Fit the Beast Launcher. Там есть тоже о чем рассказать. Вот. Так что удачи вам. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.